Тукер Карлсон записал первый монолог с момента увольнения. Тут же обрушился на корпоративную цензуру в США. Он обвинил мейнстримовые медиа в нежелании проводить серьезные дебаты по действительно важным для Америки темам – войнам, гражданским свободам, демографическим изменениям при зеленой повестке, инфляции, иммиграционном кризисе и фальсификации фактов на выборах. Карлсон обвинил обе политические партии в США виновниками упадка страны, а саму Америку де-факто однопартийным государством. Однако он пообещал скорейший крах вашингтонского консенсуса, потому что в него никто из американцев уже больше не верит. Сразу после увольнения Карлсона рейтинги Факс Ньюс обрушились. Канал потерял почти 50% своей дневной аудитории. И, может быть, впервые в истории уступит по числу зрителей левому MSNBC. Вряд ли Факс Ньюс удастся найти такого же популярного ведущего на замену Карлсона. Сам же Такер теперь может создать новую площадку для свободной дискуссии по всем неполикорректным темам. При желании он может присоединиться к любому другому правому каналу США – ОЭН или The Blaze, или Newsmax. Но популярность Карлсона настолько высока, что ему было бы логичнее запустить собственное медиа под личный бренд, где его уже никто бы не мог уволить. Оставка Карлсона была связана с попыткой Руперта Мюрдека сделать Факс Ньюс более центристским и не позволить своевольным ведущим поддерживать протесты за пересмотр выборов. Но приведет это лишь к оттоку зрителей Факс Ньюс на новую площадку Карлсона, где можно будет обсуждать все темы в обход корпоративной цензуры. Последствия этого для США на фоне бурной президентской гонки могут быть самыми непредсказуемыми. Но одно важно – не за средствами массовой информации идут люди, но за отдельно взятыми ведущими и тележурналистами, которые не боятся, несмотря ни на что, говорить правду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова